Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем общий Таро Росклад для мужчин на тему Внимание, она проявилась, чего ожидать и как себя вести. Посмотрим, с чем она проявится, что она хочет вам сказать и чего вообще от нее ожидать. Итак, загадывайте вашу женщину, все лишние мысли в сторону и начинаем смотреть. Итак, для начала я хочу посмотреть, какой мужчина пришел сейчас на расклад и что сейчас происходит в вашей жизни. Дорогие мои мужчины, прежде всего хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии, которые вы пишете. Каждый комментарий для меня очень ценен и важен, каждый комментарий я читаю. Благодарю вас за подписку на канал и надеюсь, что после просмотра данного Таро Росклада вы также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все дальнейшие новые ролики. Итак, вот на данный момент пришел мужчина, который сделал уже какие-то выводы в этих отношениях. Вот произошло какое-то разочарование, работа над ошибками и вообще переосмысление всего происходящего, что очень сильно, можно так сказать, вас поразило. Вы как будто сами от себя не ожидали, что можете уже так думать, держать свои чувства при себе. Возможно, как будто сняли такие розовые очки со своих глаз, иллюзии, и перестали уже так сильно себя накручивать и страдать, как это было раньше. Уже немного подуспокоились, вот подуспокоились свои страхи, да, и переключились на какие-то свои жизненные проблемы, которых, в принципе, на данный момент у вас действительно такие, очень такие хватают. Поначалу вы действительно могли себя накручивать, считать, что только именно вы здесь виноваты. И, кстати, вам могла это навязывать, транслировать женщина, да, вот вы из-за этого могли себя там грызть, 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 грызть и навязывать мнение себе же о том, что виноват во всем я. Но потом было время обо всем подумать, и вы поняли, что это не так. Даже начали где-то злиться на нее, потому что сейчас уже вы понимаете, что она выводила вас на эмоции. Да, вот на какие эмоции, ну, это могут быть гнев, это может быть вот то чувство жертвенности, да, что она себя там угоняла, но при этом, при всем, все это она делала благодаря своим манипуляциям. Своим появлением она перевернула всю вашу жизнь, заставила многое переосмыслить. При этом что-то однозначно поменялось в вашей жизни. Это привычки, образ жизни, да, там, отношения к женщинам. Ну, что-то здесь однозначно поменялось кардинально. Вы могли ранее тут как-то планировать свою жизнь по-другому, вот как-то размеренно, но эта женщина все кардинально в вашей жизни изменила. Опять же, рядом с ней вы хотели какие-то равнозначные отношения, где любят оба, там, отдают друг другу оба, но я имею в виду, да, что отдают чувства, эмоции, а получилось как игра в одни ворота, где это делали только вы, а взамен ничего не получали. А женщина же для, знаете, для себя приняла такую вот позицию, что я сделаю его крайним и виноватым, во всем виноват он, он должен извиняться, он должен меня просить, он должен идти на какие-то условия, уступки, ну, не знаю, вот таким вот образом. Хотя вы для нее создавали все условия, давали ей блага в силу своих каких-то возможностей, вот создавали реально ей комфорт и просто были рядом с ней, вот, как говорится, да, настоящим мужчиной. Но сейчас эти отношения, они выбили вас из колеи, вот, и у кого-то так получилось, что вы начали видеть те моменты, которые не хотелось бы видеть. Кто-то начал уже переосмысливать, начал понимать, да, почему так себя начала вести женщина. Кто-то из вас, вот, чего так сильно боялся, то в итоге и получил. Женщина же сама по себе нацелена на комфорт, вот, на какую-то материальную выгоду. Хотя сказать, что она раньше жила в каком-то таком комфорте, да, я имею в виду без вас, или кто-то ей устраивал вот райскую жизнь, абсолютно нет. Вот она любит все присваивать себе. Ну вот, что это может быть, да, например, вы ей в чем-то помогли, что-то ей дали, и она это преподносила не так, что вы настоящий мужчина, да, который захотел ей помочь, а то, что это она вся такая вот распрекрасная, что вы боитесь ее потерять, терять такую королеву, и якобы лучше женщины ее нет. Но вот, знаете, в данном случае получается так, что это она как будто бы вот транслирует всю такую ситуацию, что это она добилась каких-то успехов, то есть она смогла вас прибрать своим рукам, она смогла вас к себе отлюбить, да, у кого-то даже через магию это идет однозначно, и при этом при всем она почему-то все заслуги, которые вы ей делали, все, что вы ей давали, она приписывает именно себе. Не то, что вы такой мужчина, обладающий такими качествами, да, а то, что она вот такая одна единственная, ради которой вы бросали все и делали все ради нее. Если вы жили с ней вместе и все несли в семью, все делали для семьи, да, а она, к примеру, здесь даже могла не работать, то преподносит это так, что это не вы заработали, а она этому всему способствовала. Не знаю, почему-то сейчас вот идет именно такая энергетика. Отпишитесь в комментариях, у кого вот такая вот идет ситуация. Она видела в вас какие-то возможности, ресурсы, вот, поэтому и как будто взяла вас на свой такой, знаете, как говорится, контроль. Вот такая вот, какая-то она проходит, знаете, охотницей за ресурсами, охотницей за какими-то финансами, ну, вот что-то здесь такое вот проходит, да, за чужими благами. Мало того, что раньше ей никто и ничего такого не давал, как вы, так она еще и быстро привыкла к хорошему, да, ну, как говорится, к хорошему привыкаешь быстро. И стала, ну, извините за грубость, да, где-то в чем-то борзеть. Вот где-то как будто переступая рамки дозволенного. Возможно, еще, кстати, здесь могла вас и оскорблять, там, обижать, где-то что-то рассказывать, какой вы не такой, сравнивать с кем-то там, или что-то такое вот. В том числе могла, кстати, здесь выбирать между вами и каким-то другим мужчиной. На данный же момент она проходит какой-то такой вот агрессивной, несговорчивой, может переворачивать ситуацию, переводить стрелки на других, делая, вот, знаете, как будто всех крайними и виноватыми, вот только не себя. Не готова она признавать свою вину и идти на какие-то уступки. Она как, знаете, вот такая вот, как ежик с иголками, несговорчивая. Вот не готова смотреть она правде в глаза. Хочет, чтобы последнее слово было именно за ней. Постоянно пытается как-то себя оправдать, как-то, ну, в общем, все вокруг виноваты, все вокруг плохие, она одна хорошая. Между вами однозначно произошла какая-то ситуация, которая заставила вас задуматься, многое переосмыслить. Вот есть какие-то разногласия, есть какие-то препятствия, через которые вы сейчас не вместе. Либо же холодность какая-то, да, которая вот полностью изменила ваше отношение ко всему. Возможно, есть то, что вы не можете ей простить, да, и до сих пор крутите это все в голове. Как же так? Как же так? Я ей столько всего сделала, а она себя взамен так повела. Вы пытались разрешить ситуацию между вами, каким-то мирным путем, но не получилось. Сейчас что в вашей жизни, что в ее идут большие трансформации, которые абсолютно все меняют в вашей жизни. Вот знаете, какой-то этап, цикл в ваших отношениях, он заканчивается. Вот что-то здесь происходит, переосмысление каких-то своих поступков, своих действий, действий и поступков женщины. Вот проходите, а заканчивайте наконец-то свои кармические уроки проходить. У кого-то в скором времени с этой женщиной состоится разговор, или же произойдет какая-то ситуация, которая к этому сподвигнет. Но вы уже будете вести себя с ней как-то совершенно по-другому. Возможно, даже как-то разговаривать с ней совершенно по-другому. То есть она как будто бы не будет этого даже и ожидать. Да и вы от себя не будете ожидать, что вот я так могу разговаривать, либо я могу себя так с ней повести, потому что раньше могли с ней сдувать пылинки там, раньше все для нее, самое любимое, самое красивое, все по первому зову, все делать. А тут как-то все начнется совершенно по-другому. Итак, давайте посмотрим, чего же все-таки ожидать от нее, когда она проявится. Дорогие мои мужчины, напоминаю вам о том, что данный второй расклад общий. Для записи на персональный второй расклад, пожалуйста, пишите в Альбер, Телеграм, Ватсап, по номеру телефона, который указан под видео. На телефонные звонки отвечают только по предварительной договоренности и только в оговоренное время. Поэтому, кому нужен личный расклад, пожалуйста, пишите в Альбер, Телеграм, Ватсап, номер телефона указан под видео. Персональный второй расклад платный, длится он в течение определенного времени, где вы можете задавать вопросы, получать на них ответы, а также совет-карт для вас от высших сил. Вы знаете, эта женщина, она очень много думает, как начать с вами диалог. Кто-то из вас постоянно в каких-то проходит здесь дорогах. Возможно, вы и сейчас в дороге. Или кто-то думает о дороге. Не у всех, но у кого-то проигрывается, что между вами с женщиной сейчас какое-то расстояние. Возможно, разные страны, города. И вы могли понимать, что это и есть основное препятствие сейчас между вами. После какого-то вашего затишья, затяжной паузы, она снова хочет общения с вами. И при этом думает, как вообще правильно это все сделать. Но прежде всего, она думает, как это правильно все сделать именно для себя. По каким-то опять манипуляциям. Эта женщина хочет с вами общения. Она ждет этого общения, встречи. Но она не знает, как правильно себя с вами повести. Как вы на это все отреагируете. И вообще не оттолкнете ли вы ее от себя, когда она здесь проявится в вашу сторону. Все равно она будет здесь преследовать свою выгоду. И тянуть одеяло на себя. Ей нужно однозначно сейчас выйти из какой-то сложной ситуации. А то, что рядом с ней сейчас, либо кто есть рядом с ней сейчас, абсолютно здесь не дают ей никакой возможности выйти из какого-то тупика, выйти из какой-то сложности, разрешить ее какие-то проблемы. И как будто в чем-то ей помочь можете именно вы. И она это все прекрасно понимает. Но она не знает, что делать. Потому что именно вы оказались для нее очень ценным и ресурсным мужчиной. Могла здесь накуролесить, могла нарубить дров. А при этом при всем думать теперь, что с этим всем делать. Как вас снова вернуть в какой-то диалог, вернуть какое-то взаимодействие. Но она, знаете, не хочет и свою корону с головы скинуть. Вот как-то пойти на уступки, что-то снова пойти на нормальное общение. Но и при этом при всем общение она хочет. Вы знаете, в таком как тупиковом состоянии. Опять же, возможно, она бы к вам не думала бы о правлении, если бы не какая-то помощь, которую можете оказать только вы. Не знаю, что это может быть. Не знаю, в чем вы здесь именно можете помочь. Что вы можете, какую ситуацию разрулить. Но именно в таком плане она вас сейчас думает. Даже если у этой женщины есть другой мужчина, она все равно находится как в каком-то одиночестве. Почему-то она думает, что у нее сейчас нет какого-то выхода. Вот запутанная у нее сейчас идет история. Она наконец-то начала понимать, что именно благодаря вам у нее улучшила жизнь. Вот была какая-то забота, была какая-то поддержка от вас, а сейчас она как этого лишена. Сейчас ваша ценность в ее глазах однозначно растет. Но это не означает, что сейчас там нужно к ней как-то проявляться, проявляться, писать, звонить. Вот ни в коем случае, дабы здесь ничего не испортить. Нехватка у нее идет в вас, тяжело ей. Вы для нее тот шанс, который терять окончательно, она здесь не собирается, да и не будет. Вы единственный мужчина, который может дать ей какую-то стабильность. Вот судя по всему, вы ей очень хорошо помогали. Да, вот вкладывались в эти отношения. Кто-то материально, кто-то морально, кто-то помощь просто какую-то оказывал. Но вы слишком много вот вложили в это все. Опять же, кто-то мог помогать ей с ремонтами, да, там подарками, поддержкой. Ну, у каждого здесь проходит свой расклад общий. Она начала видеть разницу в жизни с вами и жизнью без вас. Она сейчас часто думает о вас, и она это понимает. Вы, кстати, можете даже ей сниться. В ее жизни сейчас нет нежности, вот нет какой-то заботы, нет любви, вот которые были именно с вами. Женщина находится в какой-то растерянности и думает вообще, как восстановить отношения с вами, потому что вы закрылись от нее и не даете ей той энергии, что давали раньше, да, вот на ее какое-то такое поведение. И это ее тяготит, потому что вы могли поначалу страдать, переживать, что-то пытаться звонить, писать и ждать от нее звонка, сообщения. А потом как-то уже все. Отпустили, забыли, решили, что все, хватит. Раз ты по таким манипуляциям неож, значит, я буду также к этому всему идти. Женщина однозначно здесь растерянность, вот она не получает от вас ту энергию, которую вот хочет, которая ей нужна. У кого-то из вас, женщина на вас будет, кстати, магичить, будьте мужчины, возьмите это на вооружение и надеяться на то, что это все подействует. Но свою боль и страх потери она здесь никому однозначно не покажет. Наоборот, она будет одевать маску и вообще транслировать, что ей все хорошо. Вот после ее проявления ждите какой-то манипуляции от нее, однозначно. Вот какие-то проверки, прощупывание почвы в вашу сторону. Вы должны быть к этому готовы. А для себя вы уже должны сделать выводы, что с этим делать дальше. Кто готов ее принять, кто не готов ее принять, кто готов уже окончательную точку поставить, решать здесь будете именно вы. Итак, совет карты для вас от высших сил. Совет карты для вас идет карта восьмерка земли. Карта интуиции чутье выбор. Карта говорит о том, что прислушайтесь к себе. Вы знаете, как лучше для вас. У вас очень хорошо развита интуиция. Если вы где-то в чем-то вот что-то подозревали, да, либо же начали замечать что-то, переосмысливать, находить какие-то ответы на свои вопросы, ваша интуиция вас не подводит. Ваша интуиция вас выведет на правильный путь. Главное, к ней прислушивайтесь. Итак, дорогие мои, жду ваши комментарии, лайки, что вы думаете по поводу данного второго расклада. И надеюсь, что после просмотра данного ролика вы подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все новые ролики. С вами была я, Катерина. Пока-пока. Продолжение следует...